Правительство России объявило о намерении сократить часть чиновников. Речь идет о сотрудниках федеральных органов исполнительной власти. В первую очередь оптимизация пройдет за счет вакантных мест. Между тем эксперты считают, что и в регионах неплохо было бы пересмотреть численность и состав местных администраций. Грядущие сокращения затронут федеральные органы исполнительной власти. В регионах это, скорее всего, коснется таких структур, как управление Росстата, налоговый и таможенный служб, казначейство и других. Во многих моментах это вполне обоснованно, считают эксперты. Как, например, в случае с Росреестром. Услуги Росреестра были переданы на обслуживание в многофункциональные центры. И здесь было обосновано. То есть мы сокращали регистраторов, потому что непосредственно МФЦ брали на себя эту функцию. Однако хорошо бы и на местах взять пример с федеральных коллег. И задуматься над оптимизацией численности органов власти. Владимир Суслов на стыке 80-х и 90-х возглавлял нашу область. У него современные реалии вызывают искреннее удивление. Так как он хорошо помнит численность аппарата у того или иного чиновника своего времени. Он один был, у него был помощник, он же и секретарь, он на машинке печатал, он и на телефоны отвечал, он и на письма отвечал. Теперь у этого руководителя и заместитель есть, и помощник, и советник, и пресс-секретарь. А ничего нового в режимах работы у него не прибавилось. И это касается как органов исполнительной, так и законодательной власти. Причем дело не только в раздутых штатах, но и в создании структур, которые дублируют функции друг друга. Здесь тоже есть повод задуматься. Например, в Тверской области вновь создано Министерство демографии. В каких-то территориях такого министерства нет. Насколько обосновано создание отдельного министерства под отдельный нацпроект? Вполне возможно, что в регионах до сей поры просто не знали, с кого взять пример. Если это так, то теперь он появится. По крайней мере, на федеральном уровне заявили о четком намерении привести в рациональный вид систему управления в министерствах и ведомствах.